Денис, вы не так давно сменили название на перекресток впрок. Означает ли это, что концепция онлайн-магазина также изменилась? Концепция не изменилась. Наша концепция всегда была в том, чтобы доставлять большие покупки покупателям. Никогда никто не ждал доставки из перекрестка онлайн в формате маленькой сумочки. Обычно это всегда были большие покупки на сумму в среднем 4 тысячи рублей. Сейчас наше название как раз отлично подчеркивает то предназначение, ту клиентскую миссию, с которой к нам приходят клиенты. И сейчас вместе с запуском перекрестка быстро мы видим, что очень четкое позиционирование быстрой доставки за 60 минут и доставки впрок. Это обычно более 50 килограмм товаров, но на следующий день, либо сегодня вечером разделило две эти клиентские миссии. Что в ассортименте и какой пересмотр, какое расширение планируется в ближайшее время и планируется ли? Мы расширяемся с каждым днем. У нас в месяц вводится более чем 5 тысяч позиций ассортимента каждый месяц. И сейчас мы на отметке 40 тысяч ассортиментных позиций. Поскольку мы здесь встречаемся на конференции поставщиков x5, то мы не можем не спросить о том, какие для них доступны опции при работе с вашим онлайн каналом? У нас есть собственный отдел коммерции, и мы работаем напрямую по логистическим схемам вместе со всеми поставщиками. То есть наши дарксторы могут принимать автомобили поставщиков, минуя распределительный центр как единологистический хаб. Мы работаем с тем ассортиментом, который иногда не помещается на полке розничного магазина. И в этом и есть ключевое отличие онлайн торговли от торговли в розничных магазинах, потому что полка практически бесконечная. На чем вы делаете акцент при работе с поставщиками? Мы ищем тот ассортимент, который, во-первых, востребован в интернете, а это не всегда бывает тот же ассортимент, который востребован в рознице. Но представьте, когда мы проводили недавно акцию продажа упаковкой дешевле, самым популярным товаром, к нашему удивлению, стало мыло в 5-литровой большой упаковке. То есть это то мыло, которое домохозяйство покупает и заливает его в дозаторы, которые стоят в ванне. Мы даже не предполагали, что это будет самый популярный товар. Или другой пример, это 3-килограммовые большие упаковки собачьего корма, 10-килограммовые. То есть это то, что тяжело тащить из магазина и то, что приятно получить с курьером с доставкой на дом. Мыло это, скорее всего, наверное, влияние пандемии. Уже понятно, что она на онлайн-ырнак повлияла. Какие темпы роста вы ожидаете в дальнейшем? В этом году мы выросли в три раза. И представьте, в феврале у нас было около 6 тысяч заказов в день, а сейчас мы обслуживаем около 10 тысяч заказов в пике. Во время пандемии мы проходили цифру 12 тысяч заказов в день. И дальше, конечно же, мы видим рост от месяца к месяцу. Думаю, что в декабре мы будем расти еще. Если говорить о ключевых трендах, которые пандемия усилила, то какие можно выделить? Я бы выделил три тренда. Первый тренд – это безопасность. Люди стали заботиться о том, чтобы максимально обезопасить себя от контакта с другими людьми. Немножко социофобно, но тем не менее. И мы отвечали на этот тренд с введением очень строгих норм температурного контроля всех наших сотрудников, обязательного контроля на линии по анализам наших сотрудников, масочного режима на дарксторах и у водителей-экспедиторов. И даже смски приходили клиентам с указанием температуры человека, который доставляет им заказ. Это первый тренд. Если говорить о втором тренде, то это, конечно же, удаленная работа. Даже сейчас многие компании остались на удаленной работе, несмотря на то, что темпы пандемии, казалось бы, замедляются. А это значит, что если ты остаешься дома, у тебя, с одной стороны, вроде как больше времени, но с другой стороны, мы все это испытали, пропадает вот этот вот логистический маршрут, на котором ты можешь заодно зайти в магазин и купить продукты. Ты сидишь дома, и тебе нужна доставка четко к какому-то времени, когда тебе будет удобно ее принять. И люди стали пользоваться онлайн-доставкой, в том числе потому, что они начали сидеть дома. Это второй тренд. И третий тренд – это, конечно же, проникновение в фреш-категории, то есть той категории, к которой изначально люди немножко с сомнением относятся. И мы видим, что в онлайне можно купить что-то упакованное, то, что в заводской упаковке, но купить, например, свежие овощи и фрукты или мясо, первый раз, когда человек приходит онлайн, он боится. Когда все стали сидеть дома, этот тренд, он сломался, потому что тебе нужно мясо, тебе нужны фрукты и овощи. И люди переступили через этот барьер. А когда ты пробуешь и когда ты видишь, что качество не хуже, а иногда даже и лучше, потому что у нас особенные требования для таких товаров, мы не отгружаем принципиально товары с остаточным сроком годности менее 50% для клиентов. То есть это даже более жесткие требования. Люди прониклись. И мы видим тренд потребления категории фреш, категории фров. Он вырос очень сильно у тех, кто попробовал первый раз во время пандемии. Я так понимаю, что как раз это и стимулирует покупателей возвращаться к вам снова и снова. А как еще вы, какие еще стимулы применяете, чтобы покупатели возвращались за повторным заказом? Очень интересное отличие традиционного ритейла и онлайна заключается в том, что у нас точно есть правильный номер телефона нашего покупателя. Ну, потому что мы доставляем ему, и когда курьер связывается с ним перед тем, как согласовать время доставки, мы точно знаем, что этот номер рабочий. А это значит, что мы можем коммуницировать через этот номер телефона, через мобильное приложение, которое установлено у 60% наших пользователей, через мобильный пуш. Когда уведомление о том, что, например, у вас закончился порошок, потому что при среднем расчете 3-килограммовая пачка персилы уходит где-то за полтора месяца, человеку приходит уведомление. Кажется, у вас скоро закончится порошок. Это очень хороший триггер для того, чтобы человек вспомнил, он поблагодарил нас за то, что спасибо, что напомнили, и сделал повторную покупку. Жителям каких регионов сейчас доступен ваш сервис, и как вы планируете расширять географию? Мы работаем в центральном регионе России. Сейчас мы представлены в Москве, полностью доставляем по Московской области вплоть до Большого бетонного кольца, а это Клинс, Лоничногорская, города-сателиты уже Москвы. Также мы работаем в Санкт-Петербурге и доставляем по Ленинградской области, тоже в широкой географии, в том числе в такие города, как Выборг или, например, Великий Новгород. Дополнительно мы открыли в этом году, как раз-таки на волне пандемии, несмотря на тяжелые ограничения, связанные с перемещением строителей, например, мы открыли в этом году новый отдельный даркстор в Нижнем Новгороде. И также доставляем по всей территории Нижегородской области, и видим большой рост заказов в новом регионе. Помимо этого у нас есть доставки в Тверь, в Тулу и в Рязань. А как устроена логистика? Кто куда, как везет? Мы работаем в формате даркстор. Даркстор – это, представьте, гипермаркет, в котором нет покупателей. Огромные полки и стеллажи, мимо которых ходят пикеры. Это люди, которые собирают заказ. Им на устройство, которое они носят на своей руке, примерно вот так, поступает информация о том, какие товары нужно собрать. Соответственно, если вы заказали, а заказ в среднем из 50 позиций состоит, если вы заказали 50 наименований, курьер перемещается, пикер перемещается по складу, по даркстору и собирает эти позиции в большую корзину. После того, как корзина готова, это большие ящики, для того, чтобы товары не побились и было обеспечено товарное соседство. Например, фреш собирается из отдельной зоны, соответственно, в аккумуляторы холода. И это все отдельными большими ящиками. Обычно около пяти ящиков приезжает одному клиенту. Когда все это готово, это погружается в автомобиль и рефрижератор, например, Ford Transit, и на этом автомобиле доставляется водителем-экспедитором до клиента. Как я сказал, география достаточно большая, и во время пандемии, когда люди уехали на дачи, мы сделали даже льготную доставку специально до дачи. И очень удивительно было читать в комментариях, что я даже не думал, что в наше СНТ приезжает доставка. Когда люди видят рядом с дачными участками большой красивый бронзированный автомобиль-холодильник, и оттуда выходит курьер в форме и вносит ящики, ну, у некоторых просто отвисает челюсть, потому что как так? Я думал, что в наши края никто не приезжает. Если говорить о дальнейшем развитии, то сейчас на чем основной фокус? Дальнейшее развитие строится на том, чтобы увеличить количество клиентов и увеличить мощности пропорционально этому количеству клиентов. Мы на данный момент работаем с клиентской базой более 1 миллиона человек, и эта база активно растет, как я сказал, более 10 тысяч заказов в день. С точки зрения ассортимента, наверное, то, что будет интересно нашим слушателям и зрителям, мы также продолжаем наращивать ассортимент. В чем большая разница интернет-бизнеса? Когда клиент ищет что-то редкое, ну, например, какое-то безлактозное молоко с нишкой жирностью или крем, мы торгуем косметикой, или крем определенной марки, который сложно найти в своем районе, то он идет в интернет. И именно в интернете есть возможность предоставить тот самый редкий ассортимент и предоставить его не только отдельной доставкой, но потому что баночку крема, либо это самое безлактозное молоко, пусть даже за 300 рублей, доставляет достаточно дорого. А комплементарно, вместе со своей нормальной корзиной, где есть обычное молоко, или фрукты, или овощи, или мясо, и в этом заключается уникальное предложение для клиента. Именно поэтому клиент возвращается к нам. Он может зайти за вот этим редким товаром, а выйти с полной корзиной, потому что поймет, что, например, пятилитровые баклажки с водой тащить самому тяжело и неудобно. Ну, мне как покупательство столько радоваться вашим планам, пожелать вам удачи в дальнейшем развитии. Спасибо. Спасибо. Спасибо.